Как важно посещать Божий храм. Сегодня мы вспоминаем память удивительного святого, простого человека, не ученого, не образованного, крестьянина, который просто работал на земле и земле посвящал свой труд, свою жизнь, свои усилия, женился, у него были дети. Они, казалось бы, жили обычной, спокойной, размеренной жизнью. И вот Докстикс, уже почти 60-летнего возраста, как-то он возвращается с полевых работ и застает свою жену при любодеянии. И вот этот человек заходит и говорит, я не буду тебя судить. Я не осужу того, с кем ты впала в грех. Пусть теперь он кормит наших детей, а я ухожу. И он ушел. И он ушел к Антонию Великому. Это великий святой основатель христианского монашества. Четвертый век, он находит этого святого. Тот много раз испытывает его, не допускает, а тот все просится в его ученики, просит, чтобы он принял его в свои послушники. Тот испытывает его стоянием возле его келии, потом бдениями ночными, потом трудами, потом послушанием, потом постом, молитвой. И все эти испытания достойно проходит этот простой крестьянин, который потом становится великим святым, Павлом Препростым. Даже его называют, и церковь провозгласила Препростой. То есть, настолько был прост, настолько не образован в учении книжных, но был чист сердцем и смирен духом. И за эту чистоту сердечную, за этот смиренный дух Бог даровал ему не просто дар прозорливости, но и дар изгнания демонов. О нем Антоний Великий говорил. Если, говорит, когда приходили к нему бесноватые или просили исцелить от беснования, он говорит, если великие подвижники могут изгонять бесов по своей праведной жизни, то есть здесь Павел, который может изгонять самого князя бесовского. Потому что те по святости жизни своей изгоняют демонов, а этот по великому своему смирению, что его даже князья бесовские боятся. Вот таким был преподобный Павел Препростых. Но сегодня я хотел вспомнить о его памяти не случайно. Есть в жизни описание этого святого такой случай. Однажды он стоял у храма и видел входящих людей на вечернее богослужение. И видел, что за людьми идут ангелы. Видел ангелов, радующихся. Видел тех, которые сопровождают людей, идущих в Божий храм. И так радовался этот святой по простоте душевства, и что он не потому, что видит ангелов за идущими в храм людей, а то, что он видит их радостными. И ангелы словно под руку ведут людей в Божий храм. И вдруг он увидел человека, за которым идет целый сон демонов. А он весь такой печальный, идет на службу, потому что надо, потому что кто-то, может быть, заставил, понудил. И он увидел, и сам огорчился с этим человеком. Все люди зашли в храм, а он даже не вошел, остался плакать у входа. Молился за этого человека и просил, Господи, ну как так? Все люди идут с такой радостью. А этого уныния, печаль, тоска, мы не знаем ни судьбы жизни этого человека. Но то, что за ним ходят бесы, это несчастный из этих людей человек. Помоги им. И вот прошло время, заканчивается вечернее богослужение. И люди выходят из храма, и те, которые заходили в храм в сопровождении незримых для людей, но для святых открыты, а был этот духовный мир ангелов, он радовался, что у людей на лицах такое, какое-то блаженное такое умиротворение. И ангелы еще радостнее сопровождают тех, кто выходил из храма. Больше того, лица этих людей, которые посещали храм, даже видно было, как просвещались. То есть вот такое фаворское сияние, отблеск на людях, которые храм посещают. И выходили, и это преподобный Павел припростый видел. И вдруг выходит тот человек, за которым шли демоны. Он выходит, а вокруг него несколько ангелов, и словно поддерживает его под руку, и лицо у него такое же, как у выходящих из храма, слегка просветленное и благодатное. И тогда он не применул и подошел к этому человеку. И спросил Павел припростый, «Расскажи, как ты молился? Что произошло с тобой? Я не знаю, что с тобой произошло, но я вижу, что ты вышел преображенный». И он говорит, «Да, сегодня я молился, как никогда. Сегодня я услышал Слово Божие, которое звучало в храме. Обычно я стоял рассеянно, о чем-то думал, приходил, но вот сегодня пророк Исаии сказал такие слова, а я понял, что это не пророк сказал, сам Господь сказал мне, «Омойтесь, очиститесь». «Уклонитесь от всякого деяния скверного, уклоните злые дела от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, тогда приходите и рассудим, если грехи будут ваши, как багряные, как снег убелю, и если будут красные, как пурпур, как волну убелю». И я вот услышал эти слова, и понял, что это Бог, не пророк. Бог мне сказал в Божьем храме, «Очистись, перестань делать зло, научись делать добро, и тогда грехи твои, которых у тебя так много, как снег убелю». И так умилилась моя душа, и я решил для себя, и дожидал себе бед, не буду больше делать зло, выйду и буду делать добро. Вот, оказывается, почему ангелы приблизились к нему и служили ему в делании добра. Этот святой отличался тем, что он не только видел, но и помогал. Сегодня мы можем помолиться этому святому, чтобы Господь помог нам его молитвами слушать то, что происходит в храме. Вот мы сами с вами, дорогие, иногда стоим рассеянные, иногда вспоминаем о чем-то, думаем, что-то надо сделать, у нас мысли, как скакуны, уходят от нас, мы их ловим, возвращаем. Стоп, стоп, где ты стоишь? Ты же в храме, подожди, вернулась. Опять мыслями. Вроде бы и служба идет, а я ее не слышу. Евангелие, а я вроде бы не понимаю и не прислушиваюсь. А может быть, чтобы понять, накануне прочесть. По-русски и понятно, чтобы потом, когда приду в храм, батюшка пояснил. И вот пусть сегодня молитвами святого преподобного Павла Препростого каждый из вас услышит не пророка Исаию, а самого Иисуса Христа. Который сегодня во всех храмах Божьих сказал всем верующим. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, о которых надеетесь получить обратно, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ, и к неблагодарным, и к злым. И так, будьте милосердны, как Отец ваш Небесный милосерд есть. Вот если бы мы вошли в Божий храм, вот такие рассеянные, а может быть, если бы стоял Павел Препрост, и он бы увидел, кто из нас, вошедший сегодня в храм, с какими ангелами вошел. Но я хочу пожелать, чтобы его молитвами и молитвами Пресвятой Богородицы каждый из нас сегодня вышел в сопровождении ангелов, с просветленным лицом, с умиротворенным сердцем, с преображенной душой. Вот тогда мы не напрасно приходили в храм, тогда и мы пришли именно за тем, чтобы стать чуточку лучше, чуточку добрее, чище и духовно богаче. Вот этого, дорогие, мне хотелось бы пожелать всем нам с вами в воскресный день, чтобы мы каждое воскресенье, посещая храм, приходили с ангелами, потому что приходили туда, где ангелы поют и ангелы невидимо служат и стоят рядом с нами. Не забывайте, что мы не одни в этом мире, с нами мир светлых ангелов и мир падших духов. С кем мы? Зависит от нас. Давайте мы выберем свет, выберем добро. Тогда и для нас прозвучат эти слова. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Храни вас Господь, дорогие. Субтитры создавал DimaTorzok